Мы закрываем сезон, не так давно начали, а именно 2 сентября, и уже есть некоторые успехи, например, народ ревнует и говорит, вы украли нашу идею, мы тоже хотели такое сделать во дворе, хотели, чтобы все шашлыки кушали и так далее. И я говорю, так давайте, у вас будет шашлык, у нас будет театр. Оказывается, что дедушка еще с бабушкой есть на Котовского, тоже энтузиасты, и тоже в своем дворе 2 сентября что-то делали. На Пушкинской еще нашелся двор, который тоже говорит, ну давайте действительно создадим такое целое движение развития одесских дворов и их возрождения. Через культуру, через живопись, бабушка с дедушкой играли, у нас мы рисовали, у нас был театр, у нас уже несколько лекций от любителей, то есть каждый человек может прочитать лекцию, такая методика свободного микрофона. То есть каждому человеку есть о чем рассказать. И вот сегодня у нас будет лекция, монолог о Шуберте с таким осенним настроением, с элементами его произведений, музыки. Романтик был, подробнее услышите на лекции. Почему Шуберте? Я задала этот вопрос себе и теперь пытаюсь на него ответить вам. На одной из репетиций, для того, чтобы как-то нас настроить на этот Шубертовский лад, наша коллега по партии Сопрам, Настя, принесла на репетицию отрывок из книги детства «Игра в бисер». Я сейчас вам этот отрывок приведу и надеюсь, он нас всех дружно настроит. Очень радостно, что такой импульс распространяется и как-то из других дворов подходят, тоже говорят, а не хочешь ли ты? Вот у нас есть, говорят, в Красной Перуке тоже двор, давай, у нас тоже, у нас была, говорит, волейбольная площадка, мы все играли, а здесь и рельсы шли. То есть есть что развивать, есть что воссоздавать.